салат одисович добрый день расскажите нам пожалуйста вы как главный гуру цифровизации медицины в республике башкортостан с чего все начиналось и вообще откуда с каких времен началась цифровизация в республике истории достаточно продолжительный у нас на самом деле такой первый опыт который мы знаем в том привычном понимании это был восемьдесят девятый год большая трагедия на территории республики башкортостан произошла мы впервые столкнулись тогда с передачей данных медицинских межконтинентальных передачи данных наши коллеги из соединенных штатов приезжали в рамках этой трагедии мы передавали данные пациентов тогда еще по спутниковым каналам анюшка подробнее что случилось это был взрыв газопровода ехала два поезда навстречу друг друга произошло возгорание в яме взорвался газ в итоге пострадало порядка 1200 человек вот мобилизованы были все службы максимально экстренные вот и тогда впервые на территории республики башкортостан как раз вот для пострадавших пациентов проводилась консультация с ожоговыми центрами ведущими ожоговыми центрами мира и это даже помогло в будущем выстроить маршрутизацию позволять реабилитировать этих пациентов потому что те доктора которые столкнулись и приняли участие в судьбе этих пострадавших людей они потом их подхватывали многие пациенты уехали и федеральные клиники зарубежные клиники то есть их потом сопровождали то есть вот сам факт в первых передач данных как раз можно в общем то в том виде в привычном который сейчас мы его знаем стелс тогда это были спутниковые каналы достаточно дорогие каналы связи вот далее была выстроена межмуниципальная сеть в республике то есть это да и лап каналы обычный телефон в нашем понимании ну по телефону обменивались медики информации в отсутствие каких-либо протоколов но тем не менее существовали округа была маршрутизация по передаче данных по пациентам пусть по телефону но взаимодействия по сути телекоммуникационные уже было налажено тогда а в 2001 году открылся первый центр телемедицины это в общем-то было за практически сколько лет получается за 20 лет до каких-то федерам или федеральных нормативных документов первая структура появилась в республике по инициативе фанатиков можно сказать активистов которым это все было интересно вы были вычисли я был в их числе получается да я возглавил это центр 2001 году мне предложили его возглавить мне эта тема понравилась я что могу сказать кроме новых технологий кроме кроме новых знаний я конечно приобрел много но общение те ограничения которые на нас накладывает порой отсутствие коммуникация мы преодолели я много интересных людей узнал много специалистов и дал эту возможность не только нам нашему центру но и ведущим специалистам в различных профилях медицины они открывали для себя вот эти новые возможности взаимодействия и во главе угла конечно всего этого стоял пациент которому мы могли уже на другом качественном уровне оказать какие-то услуги медицинские и помочь этому пациенту быстрее пройти маршрут от принятия решения до оказания помощи тогда в 2001 году мне кажется интернет даже только начинался да вот какие-то зарождения еще даже он не был доступен там широкой массе пользователей как вы вообще вот с этим справлялись как вы были вообще пионерами в интернете в медицине на протяжении озден каналы телефонии до не имеющиеся на сегодня оптоволоконные решения но тогда на тот момент достаточно дорогие видеоконференц связи применялись вот звонки шли по обычным телефонным линиям но тем не менее качество которое мы уже стали получать тогда она позволяла наладить профессиональный обмен медицинскими данными вот слава богу что технологии не стоят на месте эти технологии развивается они нам дают возможности уже популяризировать довести эти технологии до рядового врача из тогда это был конечно эксклюзив а вы сами врач да у вас медицинское образование опыт именно вот в какой области я по специальности ансидиолог реаниматолог и конечно введение тяжелых больных поддержка каких-то опытных специалистов введение этих больных конечно всегда не оценим бывает потому что специальность многогранные нозологии с которыми попадают к нам пациенты очень много различных в реанимации поэтому для нас это было тоже существенная поддержка по ведению тяжелых пациентов по принятию решения на каком вообще сейчас этапе цена если так можно назвать цифровизация медицины в регионе и может быть мы по блокам попытаемся разбить вот эти вот это понимаю что это очень большой объем работы пласты все же с чего-то начать надо об этом говорить я бы все-таки акцент сделан на телемедицине потому что те блоки за которые информатизация у нас реализуется мы много по встречаемся еще пообщаетесь вы с нашими коллегами а вот говоря телемедицине если в 2001 году это был единственный центр в республике который выходил на федеральный международный уровень то на сегодняшний день каждый врач на своем рабочем месте имеет возможность выйти и осуществить коммуникацию и обменяться медицинскими данными врач 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 это стало доступно абсолютно каждому врачу на сегодняшний день внутри региона ну и 28 медицинских организаций в республике они имеют возможность выходить на федеральные центры вот в каждый по своему профилю ну то есть по сути мы создали такую распределенную телемедицинскую сеть которая доступна уже рядом у при дому рядовому врачу который может а какая структура вот но этапность что ли вот это вот три медицинской помощи то есть с нижней на верхней на разу но это федеральные центры если вот спускаемся ниже от фапа папа я прям уровне второй уровень 3 да у нас существует приказы по маршрутизации ну допустим про профиль кардиология и по этим приказам маршрутизации каждый район знает куда в вышестоящей организации он может обратиться за методической за организационной поддержкой за клинической поддержкой это наверное обращение к более врачи врачам других специальностей на какая-то конечно же между спинами в условиях к виду стал очень актуальны в ковидных госпиталях возникали потребности в других профилях если раньше врачи приезжали в клинику то сейчас мы в рамках взаимодействия можем закрыть многие внешние коммуникации к консультациям и коммуникации посредством вот нашего сегмента для медицинской сети а с какими федеральными центрами взаимодействуете мы взаимодействуем со всеми федеральными центра научно-медицинские исследовательские центры которые есть и входят в федеральную телемедицинскую систему ну то есть любой в любом профиле есть федеральный центр который закрывает нам вопросы перечислять ну их много а это какая-то какой-то формата срочных консультаций видеоконсультации в каком общем формате проходит эти вот консилиум и что можно сказать да наверное это консилиум и консультации врач врач либо многоточечные консультации мне очень понравилось решение федеральной телемедицинской системы который на сегодняшний день на минздрав российской федерации дал в руки в рамках вот это федеральный телемедицинской системы четко выстроено взаимодействие есть четкие требования по формированию и четкие понятные правила игры то есть заявляющий страна может оформлять оффлайн консультацию неотложную экстренную плановую есть временные рамки в течение которых федеральные центры должны ответить и даже более того я скажу что сейчас эти консультации приравниваются к очным консультациям и они стали оплачиваться фондом обязательно медицинского страхования ну то есть появился за самой услугой появились и деньги которые эти центры могут получать осваивать вся цепочка организационный замкнулась а его примерно объем этих консультаций я так понимаю рассматривается только тяжелые случаи которые вот есть по которым вопросы ну за если за прошлый год мы начав работать в федеральной телевизор системе оказали порядка тысячи консультаций то в этом году за неполные 9 месяцев вот получается мы за неполные 10 месяцев я точнее скажу было 1867 консультаций из республики это связано с к видом или нет это связано с тем что людям давить инструмент я думаю в первую очередь ну к виду сегмент это отдельный сегмент там в нем есть тоже направление которое мы используем а что касательно телемедицины врач пациент хороший вопрос потому что мы идем по этому пути уже давно и подбираемся к тому чтобы внедрить его уже в государственный сектор но как будет поскольку государство очень осторожно идет по этому пути на мой взгляд старается в рамках регламентов и нормативной документации федеральной реализовать поэтому мы на сегодняшний день структурировали и понимаем как мы запустим подошла техническая составляющая мы смотрим наработки лучшие опыты у федерального центра вот у департамента здравоохранения москвы я знаю создан уникальный на мой взгляд опыт созданием амбулаторного центра телемедицины и вот проведя вот эту аналитическую работу техническую работу мы сейчас запускаем пилот у себя в республике и продемонстрируем в рамках визита в одну из клиник как это запустится у нас на сегодняшний день то есть технически организационным и готовы вы буквально при рождении присутствуете сейчас при рождении в республике башкортостан сегмента врач пациент да есть решение у частных клиник они иногда бегут вперед хотят быстрее реализовать на мой взгляд этот путь ну государство этот путь все-таки идет идет по пути более осторожному вот как только мы предоставим населению возможность получать эту услугу дистанционно но я считаю что так же как и с консультациями врач врач произошло мы шли в пилоте в течение полугода и потом произошел взрывной рост применение этих консультаций в республике ну то есть речь идет о том что их стало 60 тысяч если в прошлом году и было порядка 10 тысяч что в этом году уже вот за 10 месяцев 60 тысяч консультаций врачи стали использовать население ждет я когда выступал и разговаривал с давал интервью была прямая линия звонили люди и вот прямо население хочет чтобы была возможность получить эту услугу из дома сделать ее более комфортной доступной мы все говорим о том что в здравоохранении нужно качество и доступность вот и реализую этот сегмент мы в государственном секторе хотели бы чтобы это качество не пострадало при старте поэтому мы пройдем конечно путь пилота пока а где форматы предполагаются приоритете это видео консультации аудио чат очень много направлений вы тоже эксперты в этой области это и мониторинг это и возможность получить медицинские данные вот ну в привычном понимании обыватели это конечно возможность прийти на видео консультацию врачу или позвонить врачу через пройдя через процедуру идентификации аутентификации там сегментов будет много на самом деле уже точно запущен сегмент врач-пациент когда пациент получает sms уведомление себе на телефон по прохождению пациент исследования на к вид да согласитесь это тоже элемент телемедицинской технологии в нашей обычной жизни а что касательно технологий как это у вас будет реализовано вы сотрудничаете с какими-то онлайн сервисами телемедицинскими либо вы сами разрабатываете подкапотную систему вот с помощью которой будете общаться с пациентами мы сегодня говорили с вами и я несколько раз слышал оценку того что в республике созданы единой информационной системы куда замкнулись все и на этой единой информационной системе мы по сути создаем платформы это и позволяет объединить электронную медицинскую карту сервис врач врач ведение каких-то регистров вот именно вот база создана в республике в которой работают все медицинские организации а дальше идут надстройки вот собственно в республиканской медицинской информационной системе создан модуль он интегрирован с мобильным приложением соответственно это нам позволяет собрать всю информацию воедино из помочь сформировать и стартануть с сегментом врач-пациент имеем максимально данные по пациенту да потому что м к доступна вот но я думаю мы посмотрим живую еще и нам специалисты расскажут вот и покажут как это работает у нас а как с врачами врачи готовы к общению вот через компьютер придется пройти этот путь естественно конечно нужно будет пройти путь эволюции всегда появятся передовые врачи как в 2001 году появился центр телемедицины тогда воспринималась это как какая-то игрушка естественно да ну то есть мы мы были иногда но непонятно многому медицинского сообщества зачем это надо у нас только задачи вопросов и вот врачам это не надо здесь тоже появится я думаю пионеры которые подхватят это дело чтобы за добровольной основе как туда распределяться я думаю что мы создадим при поликлинике сейчас амбулаторный центр обкатаем пилот дать там же не только врач должен быть пионером но и пациент который должен понимать что такое госуслуга как зайти в портал госуслуги как пройти авторизацию как найти свой нужный сегмент как записаться он на онлайн консультацию врачу нам нужно всем повышать так скажем цифровую грамотность не только врачебному сообществу но и пациентскому тоже планируете ли вы создать какой-то может быть курс обучения для врачей телемедицинским технологиям 1 января стартует нему курс в республике при базе башкирского государства медицинского университета коллектив центра телемедицины собственно сформировал и там есть специалисты из минздрава специалисты которые ведут румиас мы планируем дистанционный курс нему по применению технологии конечно очень важно готовить врачей очень важно и важно готовить их еще со студенческой скамейкой если такие программы вот в государственном университете конечно мы обязательно поедем в университет и там специалисты расскажут и покажут как ведется подготовка потому что студенты которые придут они уже сейчас понимают интерфейс программы как в ней работать и в клин ординатуре они самостоятельно начинают вести электронную историю болезнь обязательно без этому то есть это вот базовые вещи которые нам помогут быстрее начать двигаться вот еще вопрос касательно фапов какое сноси оснащение сейчас фапах если какой-то стандарт ну приоритетно это оснастить фапы кг потому что на одни из первых строчек выходят смертность от сердечно-сосудик заболеваний и на фапах сидят фишера порой им сложно бывает интерпретировать какие-то и принять решение по тактике ведения поэтому сейчас фапах стоят у нас они оборудованы кг с быстрой передачи данных да и причем головные структуры на уровнях где им помогают и методически всегда поддерживают соответственно сразу передача данных медицинскую информационную систему совершенно это здорово из которой врач заходя видит результаты и подхватывает и при помогает принимать решение еще какие то может быть гаджеты устройства которые могут передавать данные но мы пока тренируемся вот это вот технологию да мы пока учим интегрировать вышестоящие и вам скажем да то сейчас вот идет потому что нам надо торопиться не спеша и согласитесь да сейчас можно было бы их и отоскопами стою сносить и так далее это и затратные не всегда эффективны а вот и кг и единые платформы в которой работают врачи фельдшера в папах это вот та основа которая сейчас закладываем и для того чтобы они двигались дальше вот ну естественно я знаю что ведутся исследования просто по эффективности таких гаджетов да и насколько я знаю вы активно очень изучаете их ресурсы возможности ну чтобы принимать такие решения в штучном до а в массовом мы пока считаем что это но нецелесообразно как минимум неэффективные трата будет просто вот на этом это как минимум дальше общими усилиями я думаю мы с вами поймем как надо вот что должно быть в папе а как тогда воспринималось вообще медицинским сообществом вот ваша деятельность я думаю что как все новое процентов 10 воспринимает и видит в этом какое-то будущее да есть сообщество которое нейтрально относится посмотрим есть как были конечно те кто говорил что у пробу здравоохранения столько проблем что давайте ребята не торопиться с какими-то вот вы тут со революционными такими решениями да действительно вопросы есть здравоохранение до их они решаются но и параллельно мы не можем не внедрять что-то передовое интересное новое касательно видеоконференц-связи какие вы технические решения используете программные продукты и обычного камера у врача на то есть этого достаточно потому что данные по пациенту подтягиваются с инструментальных исследований либо с лабораторных собственно медицинская картинка о пациенте вот в привычном понимаем этом и пикрыс до формируется врачу дальше веб-камера колонка и то есть вы не пошли по пути закупки дорогостоящих устройства циска вот и их вот безумно что да то есть они использовали сообразно совершенно для того чтобы наладить коммуникацию врач врач достаточно этого самая главная составляющая это электронной медицинской карты который работает заявляющая сторона и консультант это очень интересно но что у разных регионов разный подход и кто-то базируется вот оснащает центры районные больницы этим стойками камерами циска поликом мы шли по этому пути но потом мы поняли что это путь нерациональный неэффективный систем если мы хотим чтобы участниками этого процесса стали все то тогда надо выбирать конечно оптимальное решение вот и качество от этого в общем-то консультации не страдает здесь уже другая составляющая если мы дали технический момент решения до создали платформу дальше идет уже организационная работа качество подаваемой заявки качество ответа налаживание коммуникации вот этих двух участников процесса грамотный только тогда можно эффективно помочь пациент и уйти от формализма когда кидается заявка и ну лишь бы была консультация да потому что в клинических рекомендациях она есть допустим вот сейчас мы на самом деле буду откровенен сталкиваемся с проблемой что включать формализм да ну то есть нормативно должна быть консультация мы кидаем заявку вот но врачи сейчас я немножко откровенно вещь скажу они тоже находят инструменты заявку иногда долго оформлять не хочется сидеть они загружены и как врачи это понимаю что делают врачи они звонят друг другу по телефону проговаривают тактику ведения дальше идет простая заявка в виде пик лиза и развернутый ответ с результата по факту ну на мой взгляд это идеально на самом деле почему потому что в электронной истории болезни есть все рекомендации все понятно что нужно делать они пришли к какому-то клиническому решению и запротоколировали вот в чем появляется потому что если до этого мы звонили по пациенту и договаривались как мы лучше вести его условно и тоже помогали пациенту но это было де-факто мы теперь сделали да юр еще мы встроили эту в мку и получили протокол который потом мы же все не всем ответственность за то что мы делаем в системе здравоохранения нам важно это именно протоколировать стандартизировать и тогда